Привет, друзья, с вами Europe Design, это Александр Гончаров, и, наконец-то, совершилось то, чего ждали миллионы пользователей Brackets, или десятки. Вышел релиз 38, в котором поддерживается множественное редактирование, или multi-percursors, как мы привыкли видеть в англоязычных пресс-релизах. Я решил записать очень быстрый обзор именно на 38-й релиз, заодно попробуем именно такой временной формат, я думаю, минуты 3-4 у нас это займет. Давайте сразу посмотрим, как это выглядит. Я, как обычно, открыл Foundation, давайте убедимся, что мы используем 38-й релиз, да, так и есть. Кстати, в 38-м релизе одно из изменений – это добавление анимации при загрузке. Например, как здесь, вот такой вот красивенький. Практически, как на Google, в Google-приложениях, только со значком Brackets. Ну да ладно, чтобы выбрать множественное место для редактирования, зажимаем команды на Mac, наверное, это Ctrl на PC, я точно не знаю. Выделяем несколько мест, в которых нам что-то нужно дописать, и дописываем. Можно точно так же перемещаться со всеми этими множественными редактированиями. Тут у меня уже сбилось. Escape, чтобы отменить, ну, Command-Z, как обычно, чтобы отменить предыдущий. Escape, чтобы убрать все эти выделения. Точно так же можно квадратиком выделять, зажав Alt. То есть, вот, вот, так вот, на выделение руки катает. То же самое написать, как угодно. На самом деле, скорее всего, лучше даже отключить, подсвечивать активную строку, а то не совсем понятно, что происходит. SubDirectory. То есть, это очень легко редактируется. Можно использовать Command-U, чтобы отменить предыдущее действие, связанное именно с этими курсорами, или Command-Shift-U, чтобы его обратно повторить. Что касается работы с Find and Replace, то есть, очень часто множественные выделения используются как раз для того, чтобы просто выделить все инстанции одного и того же слова. Так можно сделать с помощью горячего сочетания Command-B. Он выделяет все последующие. Command-Shift-B можно несколько пропустить. Допустим, закомментировать только эти. Поиск тоже немножечко переработал свой интерфейс. Я, если честно, не очень помню, как он выглядел до этого. Я настолько быстро на автоматизме это делаю. Но, судя по Change Log, что-то изменилось. Еще были переработаны подсказки для быстрого редактирования. Давайте очень быстро сделаем новый файл. Index.html. Базовую какую-нибудь разметку. H1. N1. H2. Плюс 5 параграфов, в которых внутри. Лориан Ипсон написан даже не так. Вот так. И теперь мы привыкли, допустим, ClassLead. И здесь какая-нибудь ссылка. Допустим, еще изображение, SRC, MyInge, PNG и Alt какой-то. До этого, когда мы жали Command-E, мы не совсем понимали, почему не открывается быстрое редактирование. Теперь есть вот такие понятные подсказки, которые со временем считают. Quick Edit, Place Cursor in Tag, Class or ID. То есть, если мы поставим курсор на тег, то легко все можно это сделать. Но у нас сейчас нет таблицы стилей CSS, нет, и мы здесь с тегом то же самое. Здесь с классом. И здесь уже опять же Place Cursor in Tag, Class or ID. Последняя фича, на которой хотелось бы остановиться, ну и последней, сколько-нибудь значимой фичей, является предпросмотр ECO файлов. То есть, ну, предпросмотр PNG, JPEG работал уже давно. Но вот с ECO я не очень понимаю, почему они так стилизовали. Потому что это даже дело не в моей теме. Если я сейчас выставлю дефолтную тему, даже перезагружу сам редактор, то все тут работает, а здесь по-прежнему как-то странно это все стилизовано. Ну, как бы то ни было, фича, я думаю, будет дорабатываться. И вполне себе можно как-то уже работать с редактором на постоянке. Особенно после вот этих всех замечательных добавлений и обновлений, касающихся множественного выделения. Я думаю, все скептики уже скачивают 38-й релиз, устанавливают. Тем более, что с каждым разом работает все шустрее. Я прям чувствую на себе, поэтому... Пробуйте, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что думаете по поводу такого формата видео, по поводу брекетс. Да, напишите, кто еще и мне пользуется, по какой причине еще вас это останавливает. До этого обсуждали в каких-то предыдущих видео в комментариях о том, что нет множественного редактирования, нет автокомпиляции лес. Но на самом деле есть такие расширения, поэтому я даже не знаю, насколько это стоит все в проект сам вставлять, потому что, думаю, не всем это нужно. И какое-то время при загрузке это будет занимать. В общем, подписывайтесь на соцсети. Удачного всем дня. Пока!